Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на четвертом этаже нашего огромного шестиярусного склада. Посмотрите, сколько здесь кузовных деталей, которые могут стать вашими. Позвоните в «АвтоСтронг-М». У нас отличные цены, прекрасный сервис и быстрая доставка. Спускаемся на второй этаж, где у нас обычно происходит съемка. У нас с вами сейчас огромное достижение, 200 тысяч подписчиков. К этой дате ребята из компании «АвтоСтронг-М» обновили нашу небольшую прекрасную студию, чтобы вы видели весь ассортимент, практически весь ассортимент запчастей в одном месте. Прямо сейчас мы расскажем о двигателях Honda L-Series. Кстати, мы уже о них рассказывали, поэтому напомним, что это двигатели, которые появились в 2001 году. Объем от 1.2 до 1.5 в поздней версии оснащались турбонаддувом. Все эти двигатели созданы на основе легкосплавного блока в приводе ГРМ, цепь. По традиции Honda в этом двигателе нет гидрокомпенсаторов. Сегодня мы разберем младший двигатель из этой серии объемом 1.2 литра L-12 B1, снятый с Honda Jazz 2013 года. Данный двигатель появился в 2009 году на Honda Jazz 3-го поколения. Данный двигатель накрыт 16-клапанной ГБЦ с одним распредвалом системой IFTEK. Одна и двухлитровый двигатель, как и все агрегаты L-Series, приятно надежны и долговечны. Особых проблем в них нет, без труда ходят 200 тысяч километров. Давайте же посмотрим, что же особенного в этом достаточно годном двигателе. В редких случаях владельцы Honda могут заметить лужу масла под автомобилем. Виновником может быть датчик давления масла. Вообще этот датчик нужно время от времени смотреть на предмет подтеканий, чтобы масло не вылилось, например, в дороге. Постоянно в комментариях мы отвечаем на вопрос, где же он? Иногда у него бывают выходные, иногда он в отпуске, но сегодня он с нами. Встречаем, Павел! Здравствуйте! Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на двигателе L12B1 не была замечена в каких-то неполадках. Если дроссель покрывается масляной пленкой, значит есть проблема отсева масляных паров из картерных газов. Если же дроссель покрывается сажей, значит виной этому система EGR. С этим ничего кроме очистки заслонки сделать невозможно. Клапан EGR здесь глушится проблематично. Помимо глушения самого клапана, надо еще заливать самодельную прошивку в блок управления. Но, как правило, на данных моторах клапан EGR не глушат, потому что в этом нет необходимости. Одна и двухлитровый двигатель L12B1, как и многие агрегаты L-серии, оснащены клапаном EGR. Клапан EGR – это чуть ли не единственная деталь, которая с какой-то периодичностью может потребовать вашего внимания. Обычно первая чистка клапана EGR нужна при пробеге в 50 тысяч километров. Об этом вам любезно сообщит система диагностики. Двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу и возрастет расход топлива. Но в системе EGR двигателей L-серии есть проставка между ГБЦ и впускным коллектором, по которой отработавшие газы, отобранные клапаном EGR, попадают во впускные каналы. Аналогичная система используется и на двигателях Opel, и возникает аналогичная проблема – каналы закупориваются. В этом случае система диагностики увидит неправильный состав топливо-воздушной смеси. Чтобы устранить эту проблему, надо снимать впускной коллектор и чистить каналы. Форсунок на данном разборном двигателе не оказалось, потому что мы их продали. Но скоро обязательно приедут новые, поэтому позвоните в «АвтоСтронг-М». Так вот, к форсункам на двигателе L12B1 практически никаких вопросов не возникают. Есть очень редкие случаи, когда форсунки закорачивали, и из-за этого перегорал электронный блок управления. Также есть тоже редкие случаи, что одна из форсунок переставала функционировать, из-за этого появлялись пропуски зажигания и очень неровная работа двигателя. В таком случае форсунку надо поменять. Маслоотделитель системы вентиляции картерных газов и клапан этой системы находятся на блоке. Данная система не успела себя проявить каким-то негативом. Но стоит помнить, если во впуске либо на дроссельной заслонке появился масляный налет, то лучше сразу заменить клапан. Система зажигания двигателя L12B1 регулярно требует внимания. Неисправность катушек и износ свечей сопровождается толчками при разгоне и другими симптомами. При износе катушек зажигания двигатель заметно дергается, тяга снижается и появляется соответствующая ошибка. Разумеется, жизнь катушек сокращается из-за изношенных свечей зажигания. Базовые одновальные двигатели L-серий не сразу получили систему IFTEK. Напомним, что в первые 4-5 лет выпуска данные двигатели оснащались ГБЦ с 8 свечами и 8 катушками зажигания. В 2008 году данные двигатели модернизировались и получили ГБЦ с четырьмя свечами и там уже была система IFTEK. Здесь стандартная система Honda. Когда на распредвале есть незадействованные кулачки с практически круглым профилем и в приводе клапанов незадействованные рокеры, которые задействуются при определенных режимах работы двигателя. Однако в такой одновальной системе IFTEK не регулируется высота впускных клапанов. Здесь суть в другом, а именно в том, что при частичных и средних нагрузках открываются только четыре впускных клапана. Четыре остаются закрытыми. Таким образом, система IFTEK на данном моторе выполняет роль вихревых заслонок. Это сделано для того, чтобы воздух попадал в цилиндры через один впускной клапан и лучше смешивался с впрыскиваемым топливом. Исполнительные механизмы системы IFTEK отработаны десятилетиями, поэтому проблем не вызывают, но чувствительны к качеству масла. Поэтому надо заливать масло качественное и менять его раз в 10 тысяч километров. Традиционно двигатели Honda не оснащаются гидрокомпенсаторами, поэтому проверять и регулировать тепловые зазоры на до каждой 40 тысяч километров. Регулировка тепловых зазоров происходит без каких-либо дополнительных расходных деталей с помощью щупа, гаечного ключа и отвертки. Номинальные зазоры для впускных клапанов 0,15-0,19 миллиметров, для выпускных 0,26-0,30 миллиметров. А сейчас мы вам расскажем, как работает система IFTEK. Вот это рокеры впускных клапанов, узкий и широкий. Поначалу узкий клапан не работает, потому что он обкатывает холостой кулачок распредвала, а при достижении двигателя 3,5 тысячи оборотов он блокируется штифтом, и тогда открываются незадействованные четыре впускных клапана. Двигатели L-серии оснащены пластинчатой цепью ГРМ. Уникальность привода в том, что за натяжение цепи отвечает рессорный натяжитель, то есть пружина, которая встроена в одну из направляющих. В большинстве случаев за натяжение цепи ГРМ отвечает гидравлический натяжитель, а не механический. Никаких хлопот цепь ГРМ в данных двигателях не вызывает. По опыту старших двигателей растяжение цепи происходит только при очень больших пробегах. Свечи зажигания на двигателе L12B1 надо менять каждые 20 тысяч километров. Именно свечи являются причиной подергивания и тряски двигателя в определенном диапазоне оборотов. Бывает так, что одномоментно выходит из строя четыре свечи, тогда двигатель может заглохнуть и не заводиться. Поэтому экономить на замене свечей не стоит. Напоминаю, менять надо каждые 20 тысяч километров. ГБЦ на данном двигателе не вызывает никаких проблем. По состоянию, как вы видите, все чудненько. Алюминиевый блок цилиндров, открытая рубашка охлаждения, хон отличный и никаких задиров. Давненько мы не видели вот такой красоты. Коренные вкладыши в отличном состоянии, коленвал визуально красавчик. Шатунные вкладыши без износа. Отметим, что на поршнях не закоксованы маслосъемные кольца. Поэтому меняйте масло чаще. Верхние коренные вкладыши тоже без износа. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали отличный, надежный мотор. Обслуживайте его своевременно и он вам будет служить долгие годы и не одну сотню тысяч километров. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания АвтоСтронг.